Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 сентября и я вот добралась до позднеспелых томатов. У меня сейчас на столе Добарао розовый, Добарао золотой. Добарао считается у нас классикой в мире томатов и конечно каждый огородник если не выращивал этот сорт сам, то хотя бы слышал о нем. Вот сегодня я решила познакомить вас с этим сортом поближе, тех кто ни разу не выращивал и возможно проходит мимо этого сорта как мимо такого ну простого слишком. Я вот хочу познакомить и именно рассказать о его достоинствах, о его особенностях, о тех достоинствах которых нет других сортах. Расскажу чем он отличается и почему его опытные огородники по много лет выращивают на своих участках. Подождите, я установлю, чтобы видно было камеру хорошо. Вот так вот. Вот смотрите, что нам пишет производитель. Он пишет, что сорт позднеспелый. Что это значит? Это значит, что эти томаты не подходят нам для получения раннего урожая. Не нужно их высаживать, но и ждать, что они, например, как вот как некоторые скороспелки поспеют. Нет, это именно позднеспелый сорт. Где-то он указывается среднеспелый, где-то позднеспелый почему-то по-разному от разных фирм, но это поздние томаты, которые у нас в конце осени созревают и этим они хороши, потому что скороспелок сейчас уже нет. Потом, что еще пишет производитель? Что растение индетерминантное. Это значит, что ему обязательно нужна подвязка, опора. Он вырастает до двух метров. И еще первое соцветие закладывается очень высоко после 9-11 листа. И вот это единственные недостатки, которые для меня я считаю недостатком этого сорта. Потому что когда растение у меня вырастало и больше двух метров, когда осень теплая, продолжительная, когда растение вырастает выше меня, ухаживать за ним уже неудобно и нужны колия два с половиной метра. Ну представьте, я метр шестьдесят пять, а он двухметровый. В позапрошлом году вырос 2,10, даже 2,20 вырастает. В теплице вообще вырастает очень высокий. Но это для кого-то недостаток, а для кого-то не недостаток. Этот же недостаток можно считать достоинством. Потому что из-за этого такого продолжительного, ну из-за длинного вот этого роста его, у него продолжительное плодоношение. Ну как хотите, так и понимаете. Если для вас это неудобно такое высокое, кто-то люди вообще не любят высокое, отказываются. Но он 2 метра и больше. Потом производитель пишет, пригоден для консервирования. Что это значит? Это значит, что плоды этого сорта плотные. Я всегда вам говорила, что если написано, что пригоден для консервирования, значит он будет у вас хорошо долго храниться, значит он хорошо транспортируется, долго лежит, не мнется, не давится. И вот эти консервные сорта, они конечно очень хороши для зимнего хранения. И пишется вес 80-90 грамм. Это не черри, он не мелкий, у него есть вообще хорошие вот такие плоды. Вот смотрите, какие в руки. Но это не крупные. Крупный плод вы никогда с него не получите. Все, информация на этом от производителя заканчивается. Она, конечно, не раскрывает всех достоинств сорта. Но если вы почитаете отзывы об этом сорте в интернете от реальных огородников, которые действительно любят выращивать этот сорт, то вы увидите, что отзывы более красноречивые. Добарао сорт даже называют мечтой огородника. И если вы выращивали этот сорт, то уже, вероятно, подметили, что Добарао и золотой, и розовый. Черный сюда не включаю, у него плоды меньше, он ближе как к черри. Я говорю сейчас только вот об этих сортах. Вы подметили, наверное, что вот эти вот Добарао, они устойчивы к заморозкам и плодоносят вообще до морозов. Вот сейчас у меня они еще и цветут, и завязывают, хотя уже сентябрь, хотя уже холодно. Вот у нас 5-6 градусов ночью, выходишь утром пар. Потом, второе хорошее качество, они довольно устойчивы к заболеваниям. Вот фитофторик, ладоспориозу, но это ясно, если бы они не были устойчивы к заболеваниям, то сейчас в сентябре они не смогли бы как быть позднеспелыми вот такими вот. Сейчас в сентябре они уже не плодоносили бы, они скорее всего уже бы заболели. Третье и очень важное такое качество, что этот сорт отлично растет и дает хороший урожай в частичном затенении. Я не говорю, что вообще его можно посадить в тень там, где вообще солнца нет, но если вот как у меня, у нас соседская баня стоит без отступа от забора, ну как, построили как хотели, давно еще, в стародавние времена мы не возникаем. Вот она и стоит, но тень, короче, он вот рядом с этим под соседской баней растет, до двух часов дня там тень. Вот утром как солнце встает и баня загораживает, потом после обеда и до вечера там солнце, и вот в этих условиях он плодоносит, прекрасно вызревает. Редко найдешь какой сорт, который согласится вот в таких условиях жить и давать хороший урожай. А это именно хороший урожай, потому что видно, что плоды все целенькие, плоды красивые, они прям как на подбор, никаких претензий к нему у меня нет, хотя вот он растет в полутени. И четвертое, что я хочу еще одно достоинство, я вот посмотрела на магазинные пачки, там совсем не указана урожайность, количество плодов там, ну или в килограммах, или как-то, где указано, а где нет. Они совсем не говорят о том, что вот этот сорт имеет очень хорошую, очень высокую урожайность. И вот отзывы почитайте, опытные огородники собирают с одного куста, не с квадратного метра, а с одного куста до 15 килограммов вот этих таких отборных, хороших плодов. А в хорошее лето, при должном уходе, некоторые умудряются до 20 килограммов снять, ну или, например, при тепличном выращивании. Там, знаете, там дольше он плодоносит, и он уже наружу иногда бывает, ну за периметром теплицы холодно, а он там еще плодоносит и плодоносит. Это, конечно, учитывается все, и те, которые вызрели, и те, которые сформировались, но не созрели, я просто говорю, килограммы плодов. Их можно потом дозарить дома. И вот так как растение высокое, и оно не очень реагирует вот на эти колебания температуры. Вот, например, у нас сейчас, я уже говорила, у нас ночью 6, а днем жара 25. И многие томаты не выдерживают вот с таким резким колебанием. Представьте, холодно, потом раз жара, потом холодно жара. И вы знаете, что в таких условиях, ну, 100% начинаются какие-то заболевания, и он также не реагирует на понижение температуры. Вот сейчас будет и ночью холодно, и днем холодно, а он будет все еще расти. Из-за того, что вот они, из-за того, что он высокий, из-за того, что он не реагирует на все эти капризы природы, у него плодоношение получается очень продолжительное, и урожай выше, чем у других. Я вот уже говорю, что у меня до сих пор и растет, и цветет. Я посмотрю, до каких пор. Я зеленые еще не снимала. Подвожу итог. Добарао, казалось бы, такой простенький сорт, но он очень устойчив к заморозкам, плодоносит, вот до самого-самого, можно сказать, что снежинки полетят, довольно-таки устойчив к заболеваниям. Потом очень урожайный, продолжительная вот эта урожайность. И еще одно. Этот сорт не коллекционный, он не редкий. Семена его можно купить в любом магазине, потом заготовить свои семена и высевать, высаживать, выращивать каждый год. Я рассказываю так подробно, просто для того, чтобы кто-то, вот иногда бывает белая пачка написана Добарао, и там несколько слов. Ну, непривлекательное описание делает производитель. Я хочу, чтобы тот, кто не выращивал, возможно, открыл для себя этот сорт, на будущий год посадил, удивился, как много плодов, как долго он плодоносит. Но запомните, что для раннего урожая его нельзя использовать. Это поздний спелый томат. И вот я вам показывала розовый фламинго, вот они чем-то похожи. Такое же, ну, такое же строение куста, двухметровый. И вы видели видео, что они вот эти все облеплены вот такими сливовидными томатами. Вот это самые-самые урожайные, сливовидные вот эти томаты. Дебарао, розовый фламинго. Если вы даже два или четыре кустика высадите у себя на участке, вы всю осень будете с томатами и еще можно положить для зимнего хранения. Я вот сейчас зеленые, которые не успеют вызреть, также в лоток в один слой положу и буду в том году, вот я долго-долго ела, буду по мере созревания их кушать. Все. Вот это розовые фламинги. Если, я вот говорю, что во всех магазинах он продается, но если вот кто делал заказ у меня, у меня они номер 236, 237. Я сразу говорю, что я их для массовой торговли семена много не делаю, потому что семена простенькие, они продаются в любом магазине, но все-таки кто делал заказ у меня, и хотел бы у меня их приобрести. Вот номера 236, 237. Но еще раз повторю, можно купить в любом магазине. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот хвалебная песня сурту Дебарао. Кто не знает, Дебарао золотой, Дебарао розовый. Посмотрите, какая красота. Это не красота, но это еще и вкусно. А, не только красота, но это еще и вкусно. Все, до свидания.